Чтобы было уютно и красиво, в этом году в городском округе отремонтируют почти 300 подъездов, причем порядка 100 из них в рамках регионального проекта софинансирования капитального ремонта «Мой подъезд». Подробности в сюжете Ирины Зайцевой. Ольга Карпенко показывает подъезд, который давно нуждался в ремонте. В прошлом году жильцы дома номер 37 по улице Луначарского решили поучаствовать в региональной программе софинансирования «Мой подъезд». Работы здесь провели в марте 2020-го. Теперь в подъезде новое освещение, штукатуренные покрашены стены, перед входом уложена плитка. Мне нравится в этой программе, что мы можем выбрать цвет стен, покраски, плюс материалы, плитка. То есть здесь можно обыгрывать эти моменты, когда в других программах такое не заложено. Плюс замена стеклопакетов. Так как я сама живу в первом подъезде, я ежедневно могла контролировать ход работы. Если какие-то были недочеты, они сразу решались моментально. Финансирование ремонтных работ в рамках программы проходит не только за счет средств жильцов многоквартирного дома, но и за счет областного и муниципального бюджетов. Причем последние оплачивают большую часть стоимости работ. На жителей приходится 5% от общих затрат. В этом году адресный перечень подъездов, попавших в программу, был сформирован государственной жилищной инспекцией. По поручению губернатора Московской области, государственной жилищной инспекцией проведены обследования абсолютно всех подъездов во всем городском округе. Обследованы и принято решение, было обозначено те подъезды, которые нуждались в ремонте. Те подъезды, которые в крайне плохом состоянии, значит, определены как подъезды. В этом году выполнен ремонт по софинансированию. Остальные подъезды и по софинансированию у нас в этом году 85 подъездов из 283. Остальные подъезды будут отремонтированы в рамках текущего ремонта управляющей организацией. Программа в Серпахве реализуется с 2017 года. За это время в рамках регионального проекта софинансирования было отремонтировано почти 600 подъездов. Перечень на этот год еще формируется. С 2021 года несколько новых условий для выполнения данной программы. Все экспертизы, которые будут сделаны управляющей организацией, должны быть направлены в государственную экспертизу. Это первое условие. И второе условие – наблюдать за выполнением работ, контролем качества и перечнем работ будет лицензированная специализированная организация. Ремонтировать подъезды начнут в апреле. Жители подъездов, которые не включены в данную программу, могут обратиться в свою управляющую организацию с решением общего собрания о выполнении работ в рамках текущего ремонта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова